приветствую всех на канале тимбан сегодня будем играть игру которая похожа на раз только это уже раз мобайл можно назвать это игра максимально похожа на раз хотя можно сказать это единстве игра который похожа на раз здесь конечно сделано взято много из другой игры но уже со стартами понимаю что она похожа на 1 у нас есть 5 серверов онлайн скажу 43 человека на ужас 4 часа ночи не удивительно было время когда 40 человек по на пятом сервере и на остальных по 20 то есть вот так вот у нас получается сервер можно выбирать любой тем как у нас в россии здесь есть некоторые детали которые нара похож на раз и из-за этого эта игра становится еще интереснее и сама игра вообще неприятная такая поэтому будем делать небольшой гайд как выживать здесь потому что здесь есть очень много баков которые очень легко раскрываются и которые все 7 пользуются просто поэтому если не хотите что у вас из дома воровали ресурсы пока пока даже если даже вид дома то будут воровать просто если что воровали ресурс не хотите чтобы к вам дом залезали люди багом то просто досмотрите это ролик при этом я покажу как это как и залезать те как и защититься от этого и будем просматривать все способы рейда так что давайте начнем в первую очередь нужно выбрать сервера я скорее выберу первую серверу когда нажмем у нас включится небольшая реклама зайдем и будем уже выживать есть у нас настройки чувствительность но она не работает дальность видимости это работает так что если слабый телефон то нам немалку сделайте в принципе все давайте уже зайдем и посмотрим что дальше и так вот на старте мини заспавнились и у нас в руках всего лишь топор и факел вот они оба у нас руках и если вы хотите серьезно начать выживание то советую вам сначала раздобыть 20 дерева и 10 железа железо выглядит вот так камни вон там и серы такие маленькие их вы сможете разобрать фармить вот так 10 железа потом идете ищите ближайший печь будьте осторожны там игроки могут вас забрать вот так не обращайте внимание на мой лут заранее мог по формил он сделали мне 10 оформили 10 металлов можно конечно немного он у нас там внизу есть еще и камень можно камень подолбить сделать себе печку можете сразу переплавить камень добывается много и печку легко крафтить это самое легкое что вообще в игре может скрафтить немного скрафтили нам еще нужно 50 камня нам нужно добываем с нами то не хватит не хватит поэтому идем искать он домик я вижу лучше всего вам так и начать заходите на сервер 10 железа 20 дерева рубите с каменем топором ищите печку так закидывайте плавите обязательно плавите 10 железа как и закончите пока плавится вы должны сделать ветки они легко из дерева делаются 20 штук веток заходите сюда крафтите себе топовый топор на 100 и 20 металла с ними будем добывать дерево как только вы скрафтили топор я советую вам сделать одежду в игре есть очень много вида одежды вот очень много костяной деревянной и кожаной это единственное что она нужна вот эта кожаная шмотка она единственная который защищает можете что не защищает но сделать верхнюю одежду я ее уже себе сделал ее очень легко сделать убиваете оленя или кабана убивается нелегко все это бываем можно медведя но медит не на иногда сложно попасть по медведя из-за того что он встает плюс у нас еще ткань для спальника до были вот с него падает это и это можно сделать себе спальник можно сделать себе как раз шмотку 1 охота моя хватит и весь может спокойнее бегать тиме без шмотки вам будет больно тиме хотите уже холод минус все это прям как вырастить сам или кразами замерзает как вырасти вся девайте минус уходит все очень круто даже тепло стало или да вроде бы после просто добываете дерево пока не сломается ваш топор почему-то не спасает одежда сейчас должно было видимо я промок или что такое хотя не должно быть короче этого должно хватить вам после просто добавить и дерево пока не сломается молоток топор так ребята вот я немного пофармил теперь хочу показать вам месяца где можно строиться можно строиться возле ртешки но здесь бомжи очень очень часто собирается толпой видолбливает двери то есть если один человек ломает то приходит к турке и помогает здесь очень очень много ресурсов камень серый железо очень много также здесь вот по краям или по центру или здесь например живут тоже такие люди прокаченные которые выйдет всех так что здесь часто гуляют вооруженные люди здесь бомжи но бомжи мало суются в зиму так что все равно лучше всего строится здесь дать покажу вам стандартный домик который я построю и который советую вам построить и покажу сразу пак он как раз у нас домики спасет на нем и покажу пак так строим обычный дом 2 на 2 и выставляем вокруг лестницы потом покажу для чего это пока вы подойдете до места постройки сразу посоветую вам сделать три двери спальник шкаф и месяца бы хотя бы 700 600 дерево это обязательно у нас наверно будет рукаве и деревне двери пока оставим так семья на эмуляторе много сложно но это не невозможно так здесь нам даже четыре двери понадобятся я вам советую первый этаж ни в коем случае не строить для жительства для жилья будет очень очень глупо с вашей стороны это я печка ставлю специально чтобы заперегивать отсюда на второй этаж это сделано для того чтобы печка ломается очень быстро если вы например построились возле арты и толпа бомжи собирается вас винисти таким образом то вы сможете легко сломать печку и они ничего не смогут уже сделать с вами то есть печка это тоже очень сильно поможет вам строим вот таким вот образом пока с печки еще надо уметь прыгать второй этаж здесь можно балконом может но и без этого мне построить и балкон и все же собираетесь пожить но не всюду через окна туристик гады которые любят стрелять ставим все потолок остался последний у нас залезть через потолок либо сделать посадку здесь невозможно так с вроде сюда теперь ставим двери двери у нас сразу замком замком прямо как в россии я везде поставлю двери но пока что только так оставлю так смотрите прям замком замок также можно открыть нажав сюда и все люди смогут спокойно заходить вот эти зеленый красный горе зеленый открывает любой горит красный только вы добавляться в тиму нельзя пока что вы можете построить каждый свой свою дверь таким же заходить здесь еще надо уметь двигать не хочется открываться так думаю лучше перезайду в игру так вроде норм спальник ребят тоже обязательно ставить на первом этаже после того как из игры уходите всегда проваливать через текстуру дом не сразу погружается этот и баки используют люди которые заходят сквозь текстура сначала откроем дверь немного не так поставил выйти нужно было с внутренней стороны поставить дверь снаружи с этим поле разберемся двигать все равно получается шкаф на втором этаже лучше шкафа лучше трупов нигде не падает это минус если вы с базукой пахните дом ящики там все остальное весь тут со всего просто пропадет также об этом многие пишут чтобы это пофиксить не знаю как долго это будет пофиксит или нет но будет классно я люблю ставить фонарик она работает прям как вырасти освещение именно акс дверьми закрываем спальник на первом этаже поставить и вот дальнейшем просто кидаем фармим плавим сером каким-то образом пускай сер у нас пока плавится дом у нас котов теперь давайте пойдем покажу вам как можно залезть в чужой дом того соседа покажу посмотрите фундамент залезть отсюда не получается у нас хотя здесь надо получится нет не получается здесь не получается вот здесь у у нас не получается залезть выйти залезть все равно возможно позже тоже покажу давайте сейчас побежим до соседа могу при лестнице у него нету этом покажу как пролезть сквозь текстуры к нему дом выйти здесь у него тем более большой подходите резко приседаете почти у нас получилось вот зашли идите может спокойно лутать спокойно можем так бегать и выходить это один из способов как можно залезть текстуру можно полностью в дом забережать можно попасть на второй этаж можно реально все что угодно давайте здесь посмотрим дома на закрыты полностью на на закрыты не заряжены пролезть вниз не получается надеюсь у вас получилось вот мне теперь доме вот эти теперь увидеть сможет вот таким вот образом можно заходить так чем люди пользуются если ваш дом фундамент на уровне земли они перезаходят сервера выходят сервер заходят пока дом прогрузится они просто пробегают вперед прыгают и они оказываются в вашем доме так же они выходят из дома такими образом и очень очень много людей у людей забрали серву лут там очень много лута было на самом деле вот поэтому к нам сложно будет пролезть но смотрите перезаходим уходим здесь чему суицидность так что осторожно заходим на наш первый сервер раз будет реклама пока не прогрузились не успели повторяем слишком мистер прогрузился первый сервер лама и нашим оставляй нажата вперед вот теперь под фундаментом я запаковался слишком низ упал и видите может также выходим и обратно на сервер об этом знать все потому что все проваливается когда заходят в игру у нас не получилось но зато умею в доме можем ломать можем лутать можем что угодно сделать так же давайте попробуем подпрыгнуть будем нажимать пробел прыгнуть с пока детей не туда зашел прыгаем нет прыгнул у меня не получилось вот видите вот не получается тоже сложно у меня вот здесь мы выходим опять короче таким образом все так делают все не вышли прыгая это очень сложно но возможно оказаться на первом этаже но у нас дом на втором этаже так что этого бояться не стоит появится нужно другого все вроде я о доме безопасности и от бога юзеров вас защитил сейчас перейдем к рейду сейчас я буду фармить несколько часов и пойдем уже рейдить и покажу вам чем нужно рейдить вообще так ребята прежде чем показать вам рейд оружием и базукой я решу показать сами легкий способ рейда без затрат так ребят там чилики это немного опасно так что делаем вид что уходим заходим сюда выходимся сервера там вооруженные типы нужно быть осторожно заходим рекламка пропускаем пробегаем прыгаем так смех доме но не совсем там где нам нужно нам нужно вот сюда повторяем по пик то же самое дисконнект наш сервер заходим реклама немного переборщил но что-то открыть маша это костер вот здесь нам нужно где-то до все выходил опять там все еще люди их видно было повторяем то же самое иногда получается ли быстрее на конец века чили или там вооружился ребят надо осторожно сейчас быть максимально эти есть прошаренные люди так за не забрались рейса ребят вес и спичек забрали раню собираем нужно быть осторожно не могут снизу прострелить нас он уходим со сервера таким образом и нас не убьют но у нас уже ребят очень много серы сейчас не заходим на сервер думаю я здесь остановлюсь попробую все у них забрать позже покажу что я смог добыть с них так пока те чили ки меня там под фундаментом что-то я вышел со серы что мнению пили решил вам показать ящики рт-шка на заправка есть потом ящики здесь есть очень много ящиков там где можно найти вот и единственное место где можно найти воду вода здесь тоже необходимо мясо можно есть серую это главное запомните так чили китайцы залутать входа не хочет мне дать ящики то он ящик идите так открываем и забираем рис с вот так скидываем и забираем если кто-то смотрит а легче скинуть и потом забрать ведь и вот падает вода пьем звук тоже есть броня от брони показана защита от холода вообще сама броня это чили пошел я хотел подраться с ним вчера был здесь сильная задержка между игроками секунды и где-то сейчас вроде исправили мне кажется так здесь тоже ящики есть эти сяшки ребята есть они слышно что здесь есть ящик ладно так сильно поворачивает я слышал что здесь китары идет под ушли дома двери все это восстанавливается если в шкафу и стерео так что обязательно чтоб шкафу было дерево печки все остальное нет нет спальни к шкафу и там не к нему только дерево там к ньет сама если шкафу нету дерева и шкаф остается на месте так ребята немного пофармил сейчас собираюсь приступить к рейду короче я хотел сделать обзор то что если что-то лучше чем базука не знаю что нет масока с выстрела ломаете все подряд как реальная базука но я думал так как базука ломает и шкафы и сундуки печки и весь флот пропадает думал может попробовать с троповика зарядить и пошел на крат патронов смотрите троповик стоит 20 железа и 5 досок базука стоит 30 металла и 10 ткани а вот патроны патрон на базуку стоит 100 серы 50 металла в принципе нормально но вот смотрите я думал тоже за 100 серы сделайте патроны на дробовик посмотреть но как-то патроны очень очень дорого стоят 50 патронов жили по железе именно 150 железа плюс 100 лишний железа уходит на тоже 100 пороха поэтому я наверное сделаю 10 штук 10 штук кто эти 30 металла и 20 это серы посмотрим сколько будет она крафтится то есть поскольку по одному пулю или по несколько такс 5 секунд секунда одна пуля одна пуля понимаете но давайте дайте мне шанс посмотрим такс другой конечно классно зарядка а две пули час минуточку р все все такс у нас не скрафтить скрафтилась еще так за него очень много крафтится я понял снутого подождем покажу вам здесь интересные моменты смотрите отключим печки тут житиру закончилась фонарик отключил у нас тьма там фонарик горит здесь очень много ресурсов это начали как тоже прогнал кстати наша печка немного света есть но так сразу чем фонарики прям ярко-ярко становится это очень классно это мне очень нравится в играх а у нас под вам подпром только магазин заходит я понял я думал что что-то не так такс на своем дверь я проверять не буду хотя дверь сама починиться это я знаю но здесь все сочинится сама если пройдет там несколько минут мой дом просто зовет рейдеров из-за печек поэтому я не отхожу от дома далеко но давайте для вас я покажу ствол теле посмотрим сколько на урон он нанесет здесь нет дверь я хочу на дверь попробовать есть без разницы дверь потолок фундамент посему одинаково урон неважно типа топовый топор или обычный топор урон одинаково такс у меня троповик запаковался такс у меня троповик запаковался ну видите да слишком сложно но вот троповик мне почему-то завоковался дробовик тоже сам как топор это же топором родиться и бы мне дробовик не может зарядить на перезарядке у нас патроны так закручивались вот это я не могу объяснить вам урон не идет идет короче я не знаю что с урон шон или нет вот это урон идет или нет я не могу сказать но могу сказать точно что огнестрел какой бы она не было так же как и топор несет урон смотрите к топору каждый третий удар или четвертый удар вот так же огнестрел 3 4 пуля только на нет наносит урон и то есть у нас получается огнестрел то есть и рейдить никак не получится тихо слышу кого-то давайте попробуем срабайка убить посмотрим наш троповик работать или нет если если он так погуется с пулей то это слишком жестко прыгая нас не слышно и когда мы ходим нас вряд ли слышно а да 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 урон видимо не наносит но челик обосрался по полной программе так что урон по нему не идет выйдем урон идет напугать не можем на на тесьме разобрались сейчас я пойду поищу дом для базуки акс ребята пока еще живой у меня вода закончилась умираю еще я снял шмотки умирает ход покажу вам кое-что еще она ска нас вот убьет покажу вам кое-что еще интересно тем как в расти тоже сколько мы прожили от чего умерли и здесь шуба их далеко прошли также с какого оружия или кто убил да если нас убьют также от спальник спал на неприятно просили нас под фундамент также смотрите ребята показано как только у нас проживет дом месте шкафу ресурсы типа 25 часов нас там будет проживать то есть сохранится там какие мелочи здесь есть в игре этого очень круто так искал того типа который все время фармин за которыми я с пазукой бегал а он слишком много фармил хотела его зарядить но вернулся я суда то опять печка горят я думаю этих и людей заставил уйти отсюда он потому что но они все забрали из дома и ушли и конечно я мне досталось там 170 что ли серые почти полтора ракеты почти две ракеты но они все еще начали стоит это плавят там что-то но пускай таки будет сейчас пока мех саю за ним сами виноваты кусок кто-то фармит что ли x попробуем снизу до сначала все у нас почти получилось давай 1 дом у них ничего нету возвращаемся такс опять сера такс далеко слишком далеко вторая печь возможно у них здесь есть какой-то лот конечно она не выпадет отсюда но сами понимаете нужно дизморалить просто окс видео придется все же выйти из игры ладно пока их нету такс меня выкидывает в таком случае ребят нужно перезаходить полностью если вас выкидывает когда вы смотрите в инвентарь в ящике печки то вы полностью перезаходите смысл нет вас все время будет выкидывать но эта игра очень простая перезаходите смысл так железо раз у нас и железо то есть дерево сделаем косметак печка мешает вот они удивятся сейчас все это сделаем и пойдем с базук изрывать и нам дерево не хотелось уже на 10 дерево не хотела ну ладно пойдемте дальше так ребят дом для рейда атаки не нашел нормальный за многим фарперами пошел но они так и не привели меня к своему дому поэтому покажу на примере этого дома просто думаю лот нам особо не интересен давайте перекрести так все она не сломалась но она урона не стоит конечно жестко но не сломала я удивлен потому что раньше она ломалась все легко давайте добьем тогда кулаками топором пазук 1 ставим я тоже найдем сейчас куда применить так что вот он даже внутренние двери покоцало но давайте все равно умеетесь не по полной программе вышиваем такс вон оно что-то горячее ко мне поотлетело какая здесь просто кошмар как отстрофа так кузница только осталась остальное лот видимо мы сломали уже шкаф тоже сломали о топор топор который чинили по тому урону сейчас подвигала кузница тоже бесполезная вещь но вот такая базука если базукой вы стрелите в фундамент это она очень много всего покоцает представьте вот тактика сейчас покажу вопрос на примере оба человек даже 7 этаж выше он бы здесь сто процентов умер бы здесь невозможно вешать от пазуки урон слишком жесткий особенно для людей так что ребята она очень легко убивает людей думаю все легко здесь ничего больше интересного узнавать крафтится тоже все без изучения главное нужны ресурсы вот такой вот у нас был небольшой ролик но он довольно таки интересный вот лично для меня тоже особенно там бага и юзите чужие хаты собирать у них там лут так что ребята юзайте так что еще рекомендую вам использовать фундамент вот так вот есть еще один жесткий способ постройки защиты дома но позже покажу вот так вот здесь мир не сможем построить но поблизости построить так чтобы никто не залез ну короче ребята у вас фантазия знаю огромная поэтому питайте спробуйте сделайте так чтобы никто не залез строить из в воде кстати в воде можно устроиться очень жесткий балл я пока не делал это но сам нашел такую базу но игра очень интересная очень классная мне она очень сильно понравилась будет ли она развиваться я не могу вам точно сказать так как эта игра построена на одну слабом очень слабой игре и вряд ли она пойдет куда-нибудь дальше поэтому если она пойдет то есть в плеймаркете я видел очень много люди просят просят добавить чтобы лут падал добавить чтобы улучшение этих дверей построек если вот такие вот мелочи добавят они эта игра просто станет пушкой я вам скажу отвечаю а так она очень классная но особенно и когда играешь с компьютер эту игру ну кому как ребят мне эта игра очень сильно понравилась опачки смотрите ребят здесь две двери без понятия как он это сделал но как-нибудь попробуем надеюсь ребят ролик вам понравилось если есть вопросы пишите в комментариях то и думаю я сразу вам отвечу так что ребят всем пока до новых встреч так скажем вон подписывайтесь и это это было это это ты и я это